Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. Я посмотрел ваши социальные сети перед съемкой. Я так понимаю, что накануне вы 9 часов провели в танцах. Ноги вы описали болят, но тем не менее эмоции у вас через край. Да, у меня совершенно новые балетки порвались, я увлеклась и у меня было 7 часов занятий с моими учениками и как всегда потом я решила что-то в танце отработать и увлеклась и в конце концов мой танцевальный день составил 9 часов. Я счастлива. То есть усталости нет? Вы счастливы? Я счастлива, это счастливая усталость. Понятно. Прежде чем говорить о восточных танцах, индийских танцах, вообще вы как в танцы пришли? В танцы я пришла с детства. Я очень любила индийские фильмы. Вот Индия в моей жизни возникла гораздо раньше, чем Восток. Вот собственно говоря, наверное, как очень многие. Ну на самом деле, да, когда расцвет индийских фильмов у нас произошел в стране? Индийские фильмы у нас вообще года 75-го, то есть раньше очень бережно подходили к культуре других стран. Сами понимаете, да, СССР, дружба народов, Россия и Индия, страны-побратимы. И было фильмов очень много, они демонстрировались везде, во всех кинотеатрах, на них ходили семьями по нескольку раз. Были целые, как сказать, касты фанатов, вот, которые влюблены были каждый в своего артиста. Я этой участи тоже не избежала и, собственно говоря, Митхун Чикраборти, можно так сказать, привел меня в танцы. Это танцор диска? Это танцор диска, да, который я посмотрела просто бесчисленное количество раз. Вот, и тогда мне было очень мало лет, и я решила, что я выйду за него замуж. А чтобы стать женой Митхула Чикраборти, нужно уметь петь и танцевать, что, собственно говоря, я осуществила. Ну, я так понимаю, замуж за Митхуна вы не вышли? К тому времени, когда я овладела вокалом и хореографией, поменялись приоритеты. Скажите, пожалуйста, вот то увлечение массовое буквально советскими женщинами, индийской культурой, индийскими фильмами, с чем было связано? С тем, что настолько другая культура, настолько видение женской красоты, отношений между мужчиной и женщиной? Я думаю, что это связано с, во-первых, схожестью культуры и все-таки схожестью менталитета, потому что любая девочка, она всегда мечтает о принце, всегда мечтает о чем-то таком необычном, о какой-то сказке. Женская душа, она всегда тянется к искусству, к красоте, к музыке, к красивому, к блестяшкам. То есть все сверкающее, все яркое, оно очень привлекает и развивает. При этом согласитесь, что наряды, в которых выступают восточные танцы, имеется в виду, достаточно открытые. Давайте не смешивать восточные и индийские танцы. Это вообще две разных планеты. Давайте тогда четко, в каком направлении открытые наряды? Танец живота где? Ну, танец живота, он же ориенталь, он же билли-данс, он же раксель-шарке, он имеет собственную историю развития как танец, начнем с этого. И то, как он пришел в Россию, это, скажем так, очень резко отличается от того, что танцуют в Египте и танцевали. Также существует сценический билли-данс и существует фольклорный, да, то есть изначально то, что произошло из народа. Там никаких открытых костюмов нет. К нам восточные танцы пришли все-таки из фильмов, из каких-то голливудских фантазий, из, в конце концов, сказок о Шахерезаде. Очень помню, лет 10 гуляла эта очаровательная сказочка о происхождении танца живота про пчелу. Знаете? Нет. Нет? То есть, как произошел? Существует такая легенда, что в одном из прекрасных дворцов прекрасная наложница гуляла по саду, ей под юбку залетела пчела. Стремясь избавиться от этой пчелы, она стала быстро-быстро крутить бедрами, и так и появился танец в животах. Вопрос от меня, как от мужчины, который был и в восточных странах, в Индии я не был, наблюдал я и в заведениях, и так где-то в отелях танцующих, восточные танцы женщин. Это всегда очень эффектно выглядит, и мужчины, конечно, глаз не могут оторвать. Скажите, пожалуйста, для того, чтобы восточный будет этот танец, индийский будет этот танец, особенности фигуры должны быть какие-то? Опять давайте различать танец сценический и танец для себя, скажем так. В арабском мире традиционно признается прекрасная любая женская фигура. Женщину не воспринимают как набор отдельных частей, что должны быть обязательно губы, попа, еще что-то. Кстати, когда я была в Тунисе, я наблюдала, общалась там с представителями, скажем так, местной культуры, они мне рассказали потрясающую вещь. Мало того, что на Востоке очень ценятся пышные женщины, но чтобы обязательно, естественно, была фигура, талия, чтобы было видно, где талия, где шея хотя бы, да? Вот. Они еще специально делали себе инъекции, пардон, морской водой в бедра, чтобы это было, в общем, чем целлюлитнее, тем красивее. Я была в шоке. Русским женщинам, конечно, такого точно не надо. Ну, все должно быть в пределах эстетики. Никаких норм на самом деле нет. Вот. Ко мне приходят иногда очень-очень стройные, очень великолепные, очень красивые девочки, при этом они зажаты до такой степени, что не могут, как говорится, то есть двигаться от слова совсем. То есть они не понимают, как сгибаются локти, они не понимают, как сделать шаг. То есть я учу заново знакомиться со своим телом. Вот. И очень много, скажем так, пышных дам, ну, не просто мягких в теле, да? Вот они, как правило, мягкие, они, как правило, расслабленные. Но это, опять же, не догма. То есть не зависит от типа фигуры выразительность в танце. Это все зависит только от степени труда вложенного. А когда вкладывается труда, соответственно, и фигура меняется, и темперамент, и самовосприятие, и, соответственно, уже поведение и все остальное. Мировоззрение меняется. Но любить себя и свое тело при этом необходимо. То есть комплексовать. А как без этого? Как только человек начинает заниматься хореографией, у него сначала поднимается огромный слой комплексов. Вот. Потому что нашим женщинам просто-напросто прострелили уже мозг, что ты должна быть такая, ты должна быть сякая. Если у тебя того-то нет, этого нет, значит, ты неудачница, жизни удалась. На самом деле абсолютно все не так. Каждый человек, он просто должен принимать себя таким, каков он есть, и стремиться стать лучше, потому что нет предела совершенству. Лучше не означает худее? Совершенно нет. У каждого свой критерий красоты. Конечно. Конечно. Кто был ваш учитель первый? И почему вы решили... Учитель в индийском танце, в восточном танце. Это разные люди, да? Это совершенно разные. Это целая череда людей. Если в восточном танце это мастер-класс... Вообще первым учителем была видеокассета Каирская, которая попала, бог знает какими путями. Я не знала тогда ни физиологии движений, ни как правильно это делается. Мы это все дело имитировали. Учителей фактически не было. И только где-то вот с 2006 года, с 2002, где-то так я получила возможность благодаря интернету в том числе выезжать на мастер-классы. Тогда познакомилась уже... Оказалось, что очень много таких людей. И что я жила в маленьком городке, а в больших городах это движение было уже массовым. И были великолепные педагоги. Потом были египетские учителя, которых привозили сюда специально с сессиями выездными. Это очень огромный путь. И он не закончен. Я продолжаю учиться и по сей день. Учителей очень много. Каждый дает что-то свое. Это просто такой процесс вовлеченности и процесс любви. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова